Ребят, если сегодня не случится никаких форс-мажоров, то я вам покажу очень интересного человека, который имеет непосредственно отношение к Quartian Paracord. В принципе, самый-самый-самый главный вопрос. Это самое первое, да, вообще, как родилась идея делать Paracord в Украине, если его, собственно, ну, как бы хватает на рынке. Его хватает, вопрос следующим заключается. Возможностей все-таки, как бы, не хватало у тех, кто возит. Не у меня в том числе, то есть, чего это пошло с американского. Ты его возил? Да, был тот же самый Гладинг, за который сейчас стыдно, как ты понимаешь, потому что Paracord недостаточно, скажем так. Качествами для критериев наших, тех, кто плетет. Ну, и, собственно, появилась идея, почему бы и нет. Немножко информации было взято с источников открытых. То есть, по технологии все обратно же полный ноль на входе. Да, по технологии, ну, как бы, сложностей в процессе было много. Все это решалось постепенно. Ну, как бы, вышли на качество довольно быстро. Какие-то были технические, технологические там заморочки. Мы их решили, в принципе, продукт вот. Ну, он до сих пор модернизируется. Вот, на данный момент добавили восьмую нить. Обратно же, мы постоянно модернизируем паракорд, исходя из отзывов клиентов. То есть, у нас постоянная обратная связь. Обратно же, спасибо тебе, спасибо ребятам, остальным, кто у нас, скажем так, имя себе сделал на этом мастерстве. Все дают отзывы, все дают свои мнения по поводу того, какой он по фактуре, какой он должен быть. То есть, сколько людей, столько и мнений. Но мы ориентируемся на мнение обратно же тех людей, которые это мнение формируют. Но опять же, он получается, он же не только для мастеров, которые что-то плетут, правильно? Это же он должен быть более, наверное, в глобальных масштабах. Та сфера глобальная, использование его в качестве всяческой швейной фурнитуры. Швейная фурнитура. Швейная фурнитура, да. То есть, это плястики там разнообразные для рюкзаков. Ну, в первую очередь, это потом всяческие стропы внутри, одежды военные, внутри снаряжение и так далее. Там требования, в принципе, это военная, милспековская, американская. Вот эта вот модель, 7 ниточек внутри, круточка 1 в 3, 32 по наружке. То есть, и разрывная нагрузка. То есть, то, что у нас было изначально. Мы подогнали разрывную, вот определенный критерий, 240 килограмм. Ну, собственно, там продукт уже закончен был давно. А вот на розницу, там, где интересно тем, кто плетет, чтобы это была фактура определенная, вот эти все тонкости, которые, ну, скажем так, на них внимание обращает буквально небольшой круг людей, но ориентация все-таки на них. Ну, это как коммерческий парапорт в Америке, правильно? У них тоже. Да, ну, вот, насколько мы знаем, он не весь там у них одинаковый коммерческий, да, по качеству. В зависимости от производителя. Производителя, правильно, да. Обратно же, там же есть материалы и полиэстер, и нейлон. Ну, у нас только нейлон. Там, в двух-трех случаях, когда нет цвета, не можем достать в нейлоне, мы используем полиэстер. А вообще, ну, не страшно было вот это вот начинать, ну, это же, блин, какие-то солидные инвестиции, правильно? Ну, такая авантюра, в любом случае. Это единственные, кто пытались сделать паракорд, правильно? Ну, скажем так, и делают, вот, и делают тоже, да. Делают паркорд, делают этот 32-й класс, все тут, как бы, с этим нормально у некоторых других производителей. Но среди, опять же, там, ну, там, хендмейга я на некоторых других производителей не могу выделить, кроме как Гвардин паракорд здесь. Ну, наверное, это следствие обратно же, как я повторюсь, вот, нацеленности нашей на конечного потребителя и обратная связь. То есть, вот, учитываем, учитываем, учитываем мнение и работаем. Вот, каждое мнение важно. Ну, а вот сейчас, да, ну, сейчас уже производство, правильно? Уже, там, нить, как, помнишь, был паракорд, когда там рвались какие-то куски, да, невозможно было сделать, там, 300 метров, там, да, да, да. Ну, сейчас это уже все, это технологически, да, это были некоторые ошибки с выборами производителей и так далее, то есть, это все уже. Ну, сейчас все налажено, все отстроено? Все отстроено, и, как бы, производственный парк растет, то есть, возможности уже десятки тысяч метров в месяц. Клиенты кто основной? Все-таки производства, наверное. Да, это оптовые покупатели, но, тем не менее, оптовые покупатели делятся как на производителей, вот этой швейной сферы, так и на розничных. Это вот магазины всяческие и в Украине, и уже за рубежом. По каталогу, да, получается, ну, там, основной 550-й паракорд вы делаете, потом вы делаете свои, у вас есть разработки, да, там, с лесками. Свои конкретно, да, это survival серия с лесками, вот, то, что может оказаться полезным в походе, ну, это вопрос такой. Может оказаться, может нет, но человеку всегда приятно, что этот функционал у него ноги, это, как минимум, вот, оно присутствует. Даже дошли до того, что используется тонкая медная нить еще дополнительно, это survival плюс вариант. Нам подсказал наш друг, который изготавливает мачете, вовкулака Сергей Вишневский, он сам выживальщик, инструктор и так далее. Говорит, давай сделаем еще так, а зачем мы так сделаем, потому что, говорит, вот есть полено, поленья, которые нужно связывать для определенного типа костра, вот это важно. Вот, мы подобрали эту медную лесочку, значит, такой диаметр подобрали обратно же, довольно толстая, она не нужна, потому что это уже не паракорд, довольно тонкая, она будет перегорать. То есть, был критерий, чтобы она не перегорала от пламени зажигалки огня длительно, в несколько минут, в принципе, вот подобрали, там, 0,18 мм, она несущественно на веревке, но она вот там присутствует, то есть, еще медная нить, несмотря на плетеный рыболовный шнур и джут. Вот, наборчик такой там, все сразу, кто-то вставляет, а у нас уже это там есть. Ну, дальнейшее усиленный 800-й, полтора раза выше разрывная, чем 550-й, чуть-чуть толще, ну, в браслете это уже массиво. А вот какие-то такие утилитарные цели, где покрепче надо есть. Дальше тысячный, ну, действительно, там 5,5 мм. Там уже не поплетешь особо с тысячами. Не поплетешь, да, разве что вот такие вот. Мои эксперименты. Ну, и мини-корт, мини-корт, веревочка для декорирования, либо же... Мини-корт, я смотрю, уже нормально так. Ну, вот на данный момент цветов 20, и предела там нет, точно так же, как и в паракорте. То есть, расцветок можно дать порядка 200, если это нужно. То есть, в принципе, по нему там простых камуфляжей, базовых цветов достаточно. Ну, а так его покупают вообще? Да, он идет отлично. Я, честно говоря, сам экспериментировал, это были темлячки небольшие, где-то там декорирование браслета, больше я не вижу. Ну, на самом деле, интересно тоже, чем тот же самый поход. Когда у паракорда уже как бы и вес есть, и все, когда люди считают, а тут разрывная тоже. Порядка 120, он крепкий, он держит. И тоненький. Ну, такая, да, надежная веревочка. Те же самые оттяжки на палатку. Еще будут появиться варианты со светоотражающей ниткой, с трассерами такими. То есть, представим себе, в вечер у всех фонарики налобные. Что у меня с этим? Люди двигаются, да, растяжки есть, все сразу видно, удобно. То есть, вот, свернул. С микрокордом? С микрокордом. У нас Украина, у нас нет всего спектра химической нитки. Вообще, скажем так, глобально ее нет меньшего диаметра, чем на паракорд. Есть за рубеж, мы это все ищем. Ресурсы, там, производители и так далее. Тайвань, даже Япония, ну, естественно, Китай в том числе. Опрашиваем. Ну, пока выбираем ниточку для него. Там система такая, не та немножко нитка нужна, она должна быть тоньше, чем на паракорд. Вот и все. Мы делали, экспериментировали. Сейчас его нету на столе этой веревки, но не то немного получается. Хочется ждать такой. Крупный получается, да? Правильный, да. Он получается фактурный, круглый. То есть, видно, что вот всего лишь их 8 штук, все правильно, этих ниточек, ну, не то. Вот у Эльвы даже вроде тоже есть. Вроде бы у них есть, но он потолще, чем... По толще, да. И уже... Уже другой, да. И начинаешь декорировать, он какой-то... Ну, он, возможно, в каких-то моделях идет прикольно, ну, как бы, ну, имеет место быть, да, но все равно. Хочется такого, Эдвудовского микракорда. Мы это знаем. Скорее всего, просто появится у нас в ассортименте Эдвуд с сайта продажи и все. А просто будете его привозить? Такая, да. Мы уже с ними сотрудничали, общались. И там по розничной продаже, по представителям в регионах, ну, как именно по Украине, вообще во всех городах? Не во всех. Ну, сейчас с развитием печатного дела на Западе и новой почты в Украине, это не является какой-то проблемой большой. Люди, как правило, многим удобнее заказать с сайта и заплатить за ту же доставку на 1,30, чем просто где-то по городу. Сайт работает в нормальном режиме? Да, мы работаем по report.com, обрабатываем в этот же день заявочки, да, отправляется все. То есть, в последующий день, как правило, у людей уже товар. Ну, любой метраж? Метраж любой, по заказу, да, там минимум какие-то 10 метров за цвет, чтобы не распыляться. Максимум есть бухты по 300? Бухты по 300, 400, все. Да, ну, вот также еще, что из интересного, резинку освоили, вот эта круглая шляпная резинка, так называемая. Вот, технологически это тот же мини-корд, ну, срединка у него не скручены нейлоновые нити, а у него срединка, у нас тут и нет, а вот она. А латексные резинки. Да, возьмем, к примеру, веб-доминатор, производство не оригинал, производство Китая, нет смысла в оригинальном от ИТВ, по той причине, что все-таки стоимость вещь, простая деталька, пластиковая, и сложного ничего нет, это даже не фастекс, потому тут говорить о том, что оригинал лучше как бы не стоит, а разница в цене раз, не знаю, в 5-10. Китайские приходят, и вот у них вот эти вот хлястики, ну, крайне низкого качества, у них цель какая, зажать на стропе молли какое-то снаряжение, элемент. И вот в этих всех местах, вот этот вот китайский шнурочек, вот эта резинка, вот, она буквально за несколько раз здесь просто перетирается и так далее. То есть используется максимально недорогой материал. Здесь же обратно же все, скажем так, премиальное, то есть нейлоновая нитка по плетке, резинка, у нас они сейчас висят на производстве на улице, мы тестируем их при разных погодных условиях, так же, как весь паракорд. Кстати, по паракорду интересно, уже получается где-то, не буду врать, может быть, третий уже год, вот все производство, есть один шнурок из койота, он висит на улице. Он висит на улице зимой, после дождей какие-то обледенения на нем, потом солнце его сушит, ничего с ним не произошло, она сжалась. Как и браслеты, вот, и, собственно, как бы продолжает быть вполне функциональной веревочкой. Обратно же экстремальное применение, вот у нас есть примеры у тебя, у меня, вот эти вот, касательно военнослужащих. Ну, у меня, да, у меня, общаясь, парни писали то, что зашли в заброшенное село, вот, изможденное, хотелось пить, нашли колодец, нашли тару, а достать было нечем. Распылили браслет, достали, водички попилили, то есть, ну, такое. Была ситуация девчонки из Цыплума. Волонтеры плетут очень много, не знаю, уже, наверное, тысяч, тысяч пять, тысяч пять уже. Вот, и это не один пример. У меня есть еще волонтеры с Одессы, тоже она подсчитывала год назад уже тысячи две, сплела сама. Вот так люди на общественных началах, собирая деньги, свои же деньги, обратно же с семьи, плетут, помогают, отдают эти браслеты, то есть, действительно, исключительно саморасплетающие исключительно, потому что четыре с половиной метра паракорда там пригодится может абсолютно человеку, спасти его буквально. Потому что вот случаи были, девчонки рассказывали про военнослужащих, ребят, уже ситуация безвыходная, трехэтажное здание, надо эвакуироваться срочно, срочно. Значит, расплетаются саморасплетающиеся, связываются узлами, и получается такая цельная веревка. Спустились по ней, показывали свои, девчонки, руки обожженные от этой веревки, потому что без перчаток. Но, тем не менее, они спаслись, у них все хорошо, они живые. Вот так вот. Хотя говорят то, что для альпинизма непригоден. Ну, вот были тесты выживальщиков, да, тем не менее, тоже, значит, страхуются они альпинистской веревкой и очень плавно спускаются. То есть, тут нужно понимать, у нас разрывная нагрузка статическая, 240 кг, а статика к динамике, я не буду сейчас утверждать, что это соотношение 100% правдивое. Возможно, я не прав, но приблизительно 1 к 10. То есть, нужно понимать, что если 240 у нас разрывная нагрузка паракорда, то мы можем гирю 24 кг уже с ней играться. То есть, это будет динамика поднимать ее, бросать каким-то образом, он выдержит, ну, не более. Скорее всего, 24 даже не выдержит так же. А вес человека в статике, если аккуратно нагружать, то вполне. То есть, 100 кг это возможно. Есть некоторое сотрудничество с производителями снаряжения, и где-то мы наблюдаем, что чего-то там не хватает. В линейке производителей, либо там на рынке Украины, в первую очередь, это какие-то EDC, Everyday Carry, моменты, связанные с удобством ношения снаряжения и так далее. Вот, в первую очередь, вот те же самые тренчики, интересные такие вещи, страховка чего угодно ценного для вас. Дальше, наверное, сейчас в ближайшее время, так, планы открою, это будет интересный, действительно функциональный, такой большой EDC-подсумок. Вот, проработан до мелочей, потому что мы знакомы с многими экспертами в этой сфере. В принципе, подсказывает, что как сделать для того, чтобы он был действительно полезен всем. То есть, такой будет средний формат по нему. Ну, и, наверное, такая же линеечка расширится с чем-то таким дальнейшим. Возможно, какие-то мультитулы небольшие вот с этой сферы. То есть, то, что связано с удобством, с повышением удобства жизни человека. Мультитулы не на ноже, а именно мультитулы, как карабины, да? Да, вот что-то, наверное, ближе к карабинам. Нисколько карточки, потому что вот у нас тоже есть знакомые ребята делают карточки довольно успешно. Уже их экспортируют, мультитул-карточка, MRE такой производитель, хорошие ребята, не слышал о них. Да, они молодцы, у них уже запад. Ну, у них, да, я к ним как-то приходил, я взял, ну, моя вот аудитория как-то так вот на это посмотрела, ну, что-то как-то вот не прохавали. У меня они есть, у меня есть вот эти карточки, которые, да, для велосипедов, у меня есть там для студентов варианты, короче, плюс там, где есть же у них, там, можно сделать копье и топор с одной карточки. Да, да, он мне присылал. Ну, это как нож, да, когда он с тобой, то ты не замечаешь, ты пользуешься этой вещью в день, не знаю, 5-10 раз точно. Нож на кармане или мультитул у кого-то. Когда его, вот действительно у меня, когда его нету, одеваешь другие джинсы, одеваешь какие-то шорты, у тебя сразу нету его, все-таки как без рук. То есть ты не можешь открыть посылку, ну, у нас какие, у нас же все утилитарно, посылочку открыть, где-то там что-то подрезать, ту же самую, там, не знаю, природа, еду порезать и так далее. То есть нож нужен всегда, носите ножи с собой. А по планам, по паракорду, ты говорил, что... А, значит, что касается паракорда, да, да, мы, наверное, добьем еще, увеличим в два раза цветовой ассортимент, это порядка 250, видим те цвета, которые нужны, вот, их каталогизируем. Каталогизируем впоследствии, и, в принципе, 250 цветов, это уже, ну, просто за глаза, я думаю, будет любому человеку, который собирается поплести. Скажем так, олива и койота с черным хватит абсолютно всем, кто хочет положить рюкзак, а вот, что касается, вот, хендкрафта всего такого, то 250 цветов. Ну, в Штатах есть производители, у которых, по-моему, даже больше трехсот, можно и тысячу сделать. Какие-нибудь люминесцентные делаете? Люминесцентные сложновато с ниткой, с ее доступностью. Ну, вот, что интересного, посмотри на вот этот вот, неон-ъелло, черный. Я вижу. Ну, что взять, вот, снять, если есть, можно. У него есть одна особенность. Даже в темноте стоят бобины на складе с паракордом. Ну, наверное, производитель, да, для достижения такого цвета туда какой-то чуть-чуть люминесцентного положил. То есть он ярче намного, в полной темноте его видно. Не будем его называть. И, кстати, есть такие проверка купюр ультрафиолетовыми, да, приборы. Светится просто, аж заливает, заливает цветом. Он и еще несколько цветов тоже. Вот, Safety Orange наш тоже так хорошо в ультрафиолете светится. Вот такой яркий цвет. Хочется сделать это все, потому что не хватает, часто спрашивают. А эти есть еще, бывают такие наборы для плетунов, несколько разных цветов, фастексы, не делаете такие? Да, это немцы, немцы, Германия любят такие вот игрушки для детей. Ну, вполне для этого нужны просто ресурсы, скажем, человеческие. То есть все же просто, да, у нас все это есть. Нарезать, оформить в хорошую коробочку. Хорошая коробочка, да, детская. Ну, вполне вполне. Инструкцию по плетению туда вложить. Да, это тоже обдумывается. Ну, на все не хватает времени. То есть это исключительно вот наша занятость. Потому что, я думаю, было бы это интересно. Тем более, проникание паракорда в массы. Ну, они по 10 метров все, да? Да, 10-метровый, все равно. И непромокаемый пакет. Окей, эти, да, дойпак. Многоразовое использование. Кроме паракорда можно еще и кофе с чаем закинуть туда. Койот, койот и армейский, да? Койот, койот, армейский, даймонд. Вот, и, кстати, еще вот эти вот цвета, survival серия, которые где-то даймонд, но его уже нету сейчас здесь. А вот это вот тоже олива с safety orange. Такая вот. Так, ребят, и напоследок тогда небольшой розыгрыш от компании Guardian Paracord. Вот такой вот Patriot Set. Четыре цвета. В каждом по 10 метров. В итоге получается 40 метров паракорда. Что вам нужно сделать? Вам нужно расшарить это видео в социальной сети, будь то Facebook, ВКонтакте и даже Одноклассники. Оставить комментарии под этим роликом. И через пару недель в очередном ролике я проведу этот розыгрыш и рандомно мы выберем победителя. Вне зависимости от страны проживания вот этот сет уедет победителю. О, ты, пляж. Рюкзаки, кстати, тоже нет. Нормальные рюкзаки? Хорошо. Вот, кстати, у местного небольшого проекта. Угу. Уже готовое изделие вставляем, плетеная ручка. А, то есть у нас плетена раньше? Да. И это уже идет производство. А потом они уже вшивают сюда, получается? Да, вшивают уже. То есть мы делаем с кольцами. Угу. Ребятки, чуть не забыл про розыгрыш. За окном валит дождяра. Сегодня шестое число. Но вы этот розыгрыш увидите в завтрашнем ролике. Просто я не успеваю. Но, как я и обещал, разыграть шестого. Так мы шестого и разыгрываем. Это конкурс был на Беглере. И, соответственно, мы копируем ссылочку. Вставляем ее в рандомайзер. Сейчас, секундочку. Вот таким образом. И нажимаем кнопочку «Поехали». Вот, собственно, пошли грузиться наши комментарии. Видите, я участвую. И вот, Данил Быков. Я участвую. И дает ссылочку на себя ВКонтакте. Соответственно, переходим на его страницу ВКонтакте. Видим, видим репост нашего ролика про Беглере. Поздравляю тебя, Данил. Я с тобой свяжусь. Ну, собственно, друзья, участвуйте в розыгрышах. Видите, все у нас неплохо, так сказать, получается.